Итак, начинаем влог номер четыре. И на данный момент в субботу, первый день выхода, мы собираемся ехать вместе с мамой, папой по два поуса, возможно, Настя. Это просто рай для людей, у которых есть проигрыватели, например, для меня. Просто дофигища старых пластинок. Это все пластинки. И, конечно, не всегда они будут в идеальном состоянии, но все равно они здесь стоят три доллара, поэтому, если что, не жалко. Так, сейчас мы пришли в Омар, поэтому, надеюсь, я что-нибудь поснимаю там, но не обещаю. Прошел почти месяц школы, и все, эти вещи уже стали неактуальными. Все они на скидках, пеналы в тетради. Безумно дешевые, эти даже, которые стоили по четыре доллара, стоят сейчас по доллару. Пеналы. Все, все, все. С этой стороны тоже. Все, мы все купили, и теперь мы едем на кассу. Сколько раз были в Омарте, только сейчас заметила, что тут такая декорация, в отделе с красками. Как будто бы краска льется из бакетов. Здорово. Зашли в обувь вот за 20 долларов а-ля Доктор Мартинс. Кто хочет. Вот. Еще черного цвета есть. Коричневое. Как еще? Короче, все, что вы хотите. Где сейчас вы видите Хэллоуин, постоянно сезонные вещи продаются именно на праздники. Вот. Уже за месяц все готовятся. Выбрали Насте вот такие ноготочки. Наверное, здесь ей понравится. Ладно, в итоге мы купили еще продуктов, не только лопатку. Итак, сейчас будет небольшой обзор таких интересностей, которые мы взяли. Во-первых, я все-таки показывала вам ресницы, но вот эти ресницы никогда в жизни не мерила, не носила, никогда в жизни не носила фейковые ресницы и решила в первый раз купить. Думала взять какие-то трешовые, знаете, которые большие, длинные, но все-таки взяли более-менее поднатуральные. Вот, посмотрим. Дальше, как я вам показала, взяли вот такие все-таки ноготочки для сестры. Это 24 штуки. Они, насколько мы поняли с мамой, они клеятся там уже на готовый клей. И еще такая интересность, которую купили, это временная краска для волос. Розового цвета. Тоже для сестры, на самом деле. Я такими вещами пользоваться не очень люблю и не очень хочется, но она очень бредит по поводу, там, покрасить волосы, поэтому это вот самое то, что ей надо. А так, это вот единственное, что было такое самое интересное. Мы, кстати, вот эти все вещи, вот эти, купили в отделе с Хэллоуина. Ну, это как бы такой Хэллоуин а-ля не Хэллоуин, просто как бы. Вот, ну вот эти два, это были в отделе. Просто стикеры, потому что я, когда пишу что-то, сижу на уроках, мне надо, знаете, сделать заметочки, и я понимаю, что у меня реально негде написать. И то есть ради одного какого-то слова... Рождик пошел. Получается, ради одного слова очень жалко, конечно, целый лист А4 портить. Но тут такие липучки, стикеры, тоже на стену можно повесить. И также просто черный маркер, у меня почему-то закончился он каким-то образом, потому что я, не знаю, он то ли высох, то ли что. Поэтому взяла вот такие шарпи. Вот, кстати, да, та же самая лопаточка. Мы когда-то купили ее, она биржевого цвета, но хард погрыз. И также будет распаковочка этих ресниц. Как я сказала, я ни разу в жизни не пробовала ресниц на тебя. Поэтому мне будет очень интересно, как они будут выглядеть. Они, наверное, не магнетические на самом деле. Ну, ничего страшного. Я просто приложу, потому что, да, ну так казалось, надо клей. Я почему-то подумала, что это магнетические, но ничего страшного. Короче, я их померила. Не знаю, выглядит, конечно, внушающе. Конечно, тут кончики, они, видите, наверное, слишком длинные. Это, во-первых, либо же они просто, ну, плохо приклеились. Что, скорее всего, ну, большее вероятность, что они просто плохо приклеились. А теперь самое интересное, сейчас мы будем их снимать. Прикольное, конечно, ощущение, когда их снимается. Вот, положу я их обратно сюда. Смотрят, отрели. Итак, когда я сейчас на велике, решила показать вам просто, как красоте мы живем. Наверняка на камере она вообще не передается. Но это все горы, и боже, вот чувствуете себя, как будто вы в какой-то защите в виде стенок из гор. Очень как-то красиво. Очень жаль, что не передается, но... Это очень, очень, очень красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...